В Екатеринбурге простились с пятилетним мальчиком, замученным до смерти в семье своего опекуна. Общественная панихида поубиенному прошла на территории главной городской мечети Абуханифа на улице Репина. О том, что покойный ребенок будет похоронен по мусульманскому обряду, было объявлено еще два дня назад. Родившийся в семье русской матери и отца таджика, малыш в младенчестве прошел все мусульманские обряды и хоть сам ни разу в мечети не был, считается мусульманином. Впрочем, также заранее было объявлено, что проститься с ним смогут все желающие, вне зависимости от национальности и религиозной принадлежности. Так что к 11 утра на улице Репина собралось до двух сотен человек, которых трагедия пятилетнего ребенка не оставила равнодушной. Люди несли цветы, игрушки, сладкие угощения. Но в какой-то момент устроители прощания извинились и сообщили, что вынуждены будут убрать эти дары от тела покойного. Мы эти цветы обязательно увезем туда, но здесь, на территории мечети, нам нельзя, чтобы цветы здесь были. Это у нас считается и срафом. И сраф – это бесполезная растрата. Поэтому хотелось, чтобы вы поняли правильно, без всяких других каких-то разговоров о том, что у нас это в исламе запрещено. Поэтому мы цветы уберем. Не обижайтесь. Вопреки ожиданиям на прощание с ребенком, за поисками которого и впоследствии за расследованием убийства, которого следила вся страна, не пришел никто из официальных лиц. Но что о ней говорить, если даже родная или, как ее еще называют, биологическая мать ребенка отказалась от присутствия на похоронах? Отец мальчика хотел бы это сделать, но не смог, поскольку осужден за тяжкое преступление и еще почти год должен оставаться за решеткой. Зато на прощание пришел православный священник, отец Алексей. В такие моменты, подобные сегодняшнему, а я надеюсь, что это вопиющий случай, что такого больше у нас никогда не покоится, чтобы этот момент нас не разъединял, как хотелось бы врагу рода человечества, а чтобы это все нас с вами объединяло против неправды, против дьявола, против греха. Ибо грех, он вне национальности, вне народа, вне религии. Это нужно понимать. И свой гнев правит, направляет не против людей, а против зла, против греха. И даже если это против людей, то не против личности, а против зла в человеке. О единстве различных религий в отношении греху-убийства в своей проповеди говорил и мусульманский священник, подчеркивая, что одни и те же заповеди содержат и Тора, и Евангелие, и Коран. Кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот, кто убьет кого-то, словно убить всех людей. А кто сохранит жизнь человека, тот, словно, сохранит жизнь всем людям. В словах ни одного из выступавших не было призывов к ненависти или к расправе с виновниками гибели ребенка, а лишь призывы к борьбе с собственными страстями. Однако, идя на поводу своих зрителей и читателей, журналисты задавали вопросы именно об отношении к виновникам этой трагедии. Так двоюродного брата погибшего мальчика Шамсидина допытывали, что он думает о неприехавшей на похороны сына матери, что думает о 14-летней сестре погибшего ребенка, полгода лгавшей вместе со своей опекуншей, о самой опекунши и органах опеки, потерявших в какой-то момент контроль за жизнью ребенка в приемной семье. По органам опеки никакой претензии нет, претензии только по Веронике, что она смогла всех обманывать. А тем временем появились новые свидетельства хронической лживости опекунши Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве малолетнего воспитанника. Телеграм-канал «Урал Мэш» поговорил с родственниками Наумовых, живущими в Новокузнецке, откуда и сами супруги несколько лет назад перебрались в Екатеринбург. По их словам, в какой-то момент Вероника объявила, что страдает онкологическим заболеванием и попросила свекровь занять ей денег на свое лечение. Та заняла 1 миллион 300 тысяч рублей и передала ей. Но ни лечения, ни возврата этой суммы она так и не увидела. Невестка якобы прекратила общение с ней, а затем на звонки матери перестал отвечать ее сын. И теперь женщина вынуждена выплачивать долг невестке и даже подумывает подать на банкротство. Небы лица от Вероники Наумовой родственники ее мужа якобы слышали еще несколько раз. В какой-то момент она попросила денег из-за того, что, находясь в горячей точке, ее муж Александр якобы потерял автомат и, чтобы не попасть под суд, должен откупиться крупной суммой. В другой раз, пишет Уралмеш, Наумова врала родственникам, что ее супруг, служа по контракту, погиб в Сирии. О гибели своего мужа Александра Вероника сообщала и своим коллегам по семейной школе «Лукоморье» уже в Екатеринбурге. Агентство новостей «Ян» приводит слова директора этой школы Марины Лагуновой, которой Вероника Наумова несколько раз сообщала о гибели Александра в зоне специальной военной операции, но потом он чудесным образом всякий раз находился живым. «И мы ей всегда верили», — говорит Лагунова. Также женщина рассказала, что и родные, и опекаемые дети Наумовой никогда не чувствовали отказа ни в чем. У них были последние модели айфонов, приставки, брендовые вещи. Видимо, это касалось всех, кроме пятилетнего мальчика, на которого любовь к Икунши не распространялась. По признанию самой Вероники, у того не было даже кнопочного телефона. «Как говорил пророк Мухаммад, сальдаллах, лавейтин Арсаммед, невинно убиенные дети, верующие они или неверующие, они все становятся птицами в райских кущах. И пусть Всевышний даст вот этому убиенному ребенку упокоение в райских садах». Совершив минутный намаз у тела ребенка, у строителей похорон погрузили траурные носилки с саваном в катафалк и повезли на мусульманское кладбище в поселке Горный щит на южной окраине уральской столицы. По-видимому, это единственное действующее чисто мусульманское кладбище в Екатеринбурге. Согласно канонам ислама, женщины при похоронах не присутствовали. Брат погибшего Шамсудин поблагодарил всех за безупречную организацию похорон. Благодаря помощи консульства Таджикистана, а мальчик был гражданином России, регионального духовного управления мусульман и даже муниципальной ритуальной службы, прощание удалось организовать, во-первых, без бюрократических проволочек, хотя у погибшего до сих пор даже не установлена точная дата смерти, а единственный законный представитель ребенка находится в исправительной колонии, а во-вторых, совершенно бесплатно. Оставшимся в мечети напоминальный обед раздали плов и питьевую воду в святой источник, что лишний раз подчеркнуло межконфессиональный мир в Екатеринбурге. Хорошее место выделили, все навстречу, даже работники реками, все-все. С этим вопросом, как подходят, быстро-быстро документы решались, места выделяли. Ну, все очень. Все люди, которые в Дикулак собрались, все решили. Это очень радует. Любых ангалеров, я думаю, что тоже так. Я думаю, что о таком похороне может мечтать многие люди, что берут как похороны. Просто мы сейчас в книгу вот эти события не цениваем, а на самом деле это большое дело, когда тут разные национальности, разные религии на похоронах участвуют, и с такими связями, как поражают человека, это многое стоит.